Музейная среда в школе Литис Клео стала уже доброй традицией этого лета. Вот и на этот раз на бесплатную экскурсию по залу Краеведния собралось много желающих и детей, и взрослых. Им показали зал, где собраны атрибуты привычного крестьянского быта. Городок-то маленький, в основном мы жили в частных домах, как в деревнях. И здесь как раз эти предметы у нас представлены, сундуки, икрынки, и бутылки. То есть все, что было связано с хозяйством дореволюционного человека, простого рабочего или крестьяна. Эти предметы, естественно, либо нам дарили, либо мы где-то собирали в старых деревнях. Детям очень понравилась у нас игра «Бабушкин сундук», когда мы ставим предмет, например, сделанное из дерева или из металла, и спрашиваем, для чего он нужен. Дети с удовольствием предлагают разные варианты, иногда угадывают, иногда нет. Но до сих пор некоторые предметы похожи на то, что старые, и поэтому какая-то ассоциация идет и угадывают, бывает. Музей отмечает, что дети не всегда знают, для чего, например, нужен ухват, или почему утюги раньше были такие тяжелые. Подобные экскурсии как раз и помогают восполнить пробелы, показывают детям рубель, приспособление для стирки и глажки белья. А еще многие предметы в старину всегда имели несколько назначений. Это был не только утюг, но и, давайте я вам подсказочку, да? Музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент, конечно. Познакомились также ребята с техникой, которую использовали в разные годы прошлого века, письменными приборами и атрибутами советских школьников. Получилось своеобразное путешествие в прошлое. Есть среди ребят и те, кто не пропускает ни одной подобной экскурсии и всегда в музей камня приходят с большим удовольствием. Здесь мне всего нравится зал нейрологии и палеонтологии, потому что там рассказывается про древние формы жизни, про камни и все, что я люблю. Я мечтаю стать либо геологом, либо палеонтологом, как выйдет. В следующий раз музейная среда будет посвящена космосу. Посетителям предоставит замечательную возможность посмотреть научно-просветительский фильм «Планетарием». Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.